Кроме боли, пандемия также породила добрые жесты солидарности. Например, эти врачи Нью-Йорка, входящие в группу СОМОС, не ограничиваются лечением пациентов. Они искали способы помощи пациентам с едой и создали бесплатную горячую линию, чтобы предложить поддержку иммигрантам на их родном языке. Они также проверяли их на наличие коронавируса, чтобы вернуть их к нормальной повседневной жизни. Организация доктора Талая координирует свою деятельность более чем с 30 приходами в Нью-Йорке, чтобы охватить как можно больше людей. Доктор Йомарис Пенья работала в приходе святой Дригитты. Во время карантина эти семейные врачи, которые вели и лечили 40 тысяч человек в течение многих лет, забили тревогу. Они увидели, что коронавирус быстро распространяется, особенно среди латиноамериканских и азиатских сообществ. Эти люди возвращались в свои дома, в те небольшие квартиры, где 10 человек делят одну спальню и одну ванную комнату, или 12 человек делят две спальни и одну ванную комнату. Неудивительно, что все быстро заражались. Доктор Рамон Талай говорит, что он думал о совете, который папа Франциск дал несколько месяцев назад, чтобы поставить человека и его потребности в центр. Наши врачи не остались в больнице в ожидании тяжелобольных пациентов. Мы вышли к людям. Это серьезный кризис здравоохранения, серьезный кризис человечности. Вчера, в дополнение к идее, которую мы раздавали в течение двух дней, продуктовым набором для четырех человек, мы раздавали овощи и фрукты в нашем центре вместе с шеф-поварами Андре и Марко Энтони. Все вместе мы предоставили около трех тысяч обедов. И несмотря на это, люди оставались в очереди еще три часа после этого. СОМОС – это сеть врачей, обслуживающая не менее 700 тысяч пациентов в Нью-Йорке. Многие врачи являются эмигрантами. Теперь они помогают пациентам вернуться к нормальной жизни, соблюдая при этом меры безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует...